Итак, снова приветствуем всех вас на нашем канале! И в эфире снова опять-таки прекрасная осенняя, но еще солнечная Хорватия! Вас приветствует, как всегда, моя жена, мой неизменный спутник! И вот здесь снова мы вышли к морю! Посмотрите, какое еще небо ясное! А сегодня уже сентябрь месяц! Уже восьмое число, восьмое сентября! Посмотрите, какое солнце! Посмотрите, какое небо! Еще ездят здесь даже машины! Люди еще отдыхают, еще так называемый бархатный сезон! И вот мы спускаемся поближе к морю! По этим интересным причудливым камешкам! Можно сказать, их камищам, камням! Вот мы спускаемся и выходим в чистейшей, прозрачной воде! Посмотрите, пожалуйста, на эту красоту! Посмотрите, пожалуйста, на эту бухточку! Справа ее огибает прекрасная растительность, Создающая тень во время зноя и пляжи! С прекрасной, прохладной, но не холодной водой! Далее идет выход в море! И слева ее также огибает берег! С пышной, буйной растительностью! С пышной, буйной растительностью! Где можно спрятаться от дневного зноя! Летнего отдыха! И насладиться прекрасной тенью! Упавшее сухое дерево тоже создает интересный пейзаж! И вот здесь прекрасное затишье! Чистая и спокойная вода Хорватии! Адриатического моря! Ну а мы сейчас возвращаемся оттуда, где мы пришли! А именно, здесь рядышком сразу Оливковый сад! Там, где мы работаем! Мы проходим и здесь буквально в нескольких шагах, там, где мы работаем, вот такой прекрасный Оливковый сад! Посмотрите, это масличные сады, как в Израиле! Масличный сад, где собирались ученики с Иисусом Христом! Это Оливковые деревья! Посмотрите, сколько их здесь! Здесь мы приблизим вам, какой урожай! В этом году обильный урожай! Посмотрите, как буквально облеплено все Оливками! Они нагнулись ветки под тяжестью тучных и спелых плодов! Они дозревают, скоро будет урожай, сбор урожая! Так что, вот море! А вот рядышком море! И вот рядышком же сразу идет работа! Это замечательно! Экология! Никаких заводов! И, конечно же, здесь замечательные места, как в древности Иисус Христос с учениками находился на природе, на лоне природы, в масличных оливковых рощах и садах! Возможно, здесь будет время, когда начертание зверя будет уже в действии, оно уже почти в действии! То тогда будет время бегства и природа, наш будет божественный покров и защита! И она, как напоминание нам Божьего рая, Божьей настоящей природы, которую мы утеряли и которую обязательно мы можем приобрести, познав сегодня трехангельскую весть, как путеводитель, как карта, как компас наш и маяк, для того, чтобы мы прошли, не заблудились и поняли, в чем суть ловушек последних дней! Особенно три сети! Зверь, образ и начертание! Помните, Откровение, 14 глава, с 6 по 12 стих! Для более подробной информации обращайтесь в книга «Великая борьба» Эллен Уайт, а также «История спасения»! Бог вам в помощь! Добрый вам путь! И Божьих благословений вам, познание этой истины, которая вам поможет дойти и войти в просторы небесного вечного рая! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok